МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Три месяца на птичьих правах. Жители аварийного дома из поселка Актас могут остаться на улице. Они нас гоняют в футболе туда-сюда. Даже с нами разговаривать не хочет. Жилочный-то Кожухов кто? Он даже разговаривать с нами не хочет. Некогда ему. Принимать он даже не может. Ему некогда. А нам что делать? Временно поверенный в делах Украины в Казахстане встретился с заместителем Акима Карагандинской области Жандосом Абишевым. На встрече речь шла о сотрудничестве Украины с Карагандинским регионом. Космонавты 50-й экспедиции на Международную космическую станцию вернулись на Землю. Успешная посадка произведена юго-восточной Нижесказгана. Жители аварийного подъезда двухэтажного дома по улице Ковыльная 43-го поселка Актас рискуют быть погребены под завалами. Несмотря на то, что подъезд признали опасным, некоторые семьи продолжают там жить. На такой отчаянный шаг люди идут от безысходности. Вот уже третий месяц местные власти не могут решить их судьбу. При этом временное жилье, которое им предоставили в доме престарелых и местном ЦОНЕ, жителей не устраивает. Ну будете квартиру ждать по очереди. Мне уже скоро 70 лет. Я не дождусь, я умру. Они до пенсии будут ждать. Для чего тогда? Мы же люди. Сегодня эвакуированные жители аварийного подъезда снова собрались у своего дома. Они с возмущением рассказывают, что в Акимате-Саране им посоветовали не ждать от властей помощи. Якобы даже если оседающий подъезд снесут, людям жилье предоставят в порядке очереди. А пока пенсионерке Жамиле Садуовне, живущей в доме престарелых, некуда вывести даже мебель. Куда мне деться? У меня дети у всех, двухкомнатной квартиры, трое детей у всех. Куда мне идти? А вот мое имущество, которое под старосты лет, я копила их на свою малую минимальную пенсию. Говорит, вывозите куда хотите. Куда? Мы на улице остались вообще сами. А жить он, говорит, нельзя. Если что случится, говорит, они говорят, мы отвечаем за это. Мы не хотим отвечать. А куда нам идти? Они за это не отвечают. Собрали все это самое, что сказали, дадут время на этом жилье или что до подъезда аварийный. Мы даже собрали все коробки, чтобы собрать вещи и быстро в какой-то момент уйти. Но если что-то случится, обрушится к подъездам, то пострадаем мы, а отвечать будет, наверное, Акимат. Семья Натальи Потечук на свой страх и риск продолжает жить в аварийном подъезде. По словам женщины, больше иметьти некуда. Каждый вечер она и ее домочадцы ложатся спать со страхом. Я пришла сюда, назад вернулась, а вот три месяца после аварии я так и живу в своей квартире. Я ему сказала, вот в пятницу мы были, 7 апреля, я говорю, я живу, я и буду жить, пока вы мне не предоставите жилье. Он сказал, мы аннулируем вам документы и оттуда вас выселим. Говорит, идите, снимайте, у родственников живите, а мы нужны родственникам. Нам идти некуда. Они говорят, в порядке очереди. Вы представляете, сколько лет надо ждать? 20 лет, 25 лет, 5 лет, не знаю. Идите, куда хотите, снимайте жилье там или это, платите за это, за все сами. Позицию Натальи поддерживают и остальные соседи. В случае непредоставления им жилья, отчаявшиеся люди готовы вернуться в свои аварийные квартиры. Согласно заключению экспертов, аварийный подъезд подлежит сносу, а жители – расселению. Правда, куда их расселят, пока неизвестно. По словам жителей Ковыльной, местные власти уже сейчас пытаются перекинуть ответственность на самих владельцев квартир. В поселковом Акимате конкретного решения данной проблемы пока не нашли. Чиновники ссылаются на Акимат Сарани. Мол, вопросы распределения жилья будут решать комиссионно. Но в то же время заверяют – людям обязательно помогут. «Пока по времени, по срокам не могу сказать. Не могу сказать по срокам. Потому что там сейчас сделаны были запросы по всей инстанции. Но я имею в виду касательно архитектурного, вопросов к архитектуре. Ну, понимаете, там дело так. Еще нужно будет, допустим, усиливать второй подъезд, чтобы, допустим, если будет принято решение по разбору первого подъезда. Поэтому очень много вопросов. Очень много вопросов». Трещины в стене аварийного дома, по словам жителей, продолжают увеличиваться. Между тем, сейчас уже за свои жизни опасаются и жители остальных двух подъездов. Айом Амрина, Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Шестерых террористов-вербовщиков разыскивают в Тимиртау. Молодым людям в возрасте от 23 до 33 лет вменяют создание террористической группы и попытки завербовать молодежь Тимиртау в боевики. Мужчины, объявленные в международный розыск. Все шестеро разыскиваемых состоят на учете в органах внутренних дел. По версии следствия, создали и руководили террористической группой Даулитхан Амиржанов и Дмитрий Коструб. Остальные четверо занимались непосредственно вербовкой. Проводили беседы с молодыми людьми в Тимиртау и призывали их вступить в ряды боевиков. Своим жертвам они предлагали уехать в страны, где ведутся боевые действия. Четверым разыскиваемым Улагату Абаову, Магомеду Арчакову, а также братьям Дидару Рахметову и Диасу Рахметову вменяется вербовка людей. За информацию о их местонахождении в полиции обещают анонимность и вознаграждение. Караганду посетил временно поверенный Украины в Казахстане Владимир Джеджора. Высокопоставленного гостя встретил заместитель Акима области Жандос Абишев. Чиновник рассказал ему о социально-экономическом развитии и работе местных органов власти и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Заместитель Акима области ознакомил гостей с достопримечательностями Карагандинского региона. Жандос Абишев акцентировал внимание Владимира Джеджоры на деятельности местного филиала Ассамблеи народа Казахстана. Основной ценностью нашей страны, подчеркнул чиновник, является межэтническое и межконфессиональное согласие. И сегодня я с большим удовольствием говорю о том, что вместе с другими национальностями наши украинцы вносят свой достойный вклад в развитие и укрепление нашего региона. Многие из этих национальностей представлены уникальными, как я вот сказал, общественными органами Ассамблеи народа Казахстана, которые немало делают для укрепления межэтнического согласия. В Карагандинской области проживают более 43 тысячи украинцев. В последние годы оборот торговых отношений между Казахстаном и Украиной достиг 25 миллионов долларов. С 1990 года в регионе действует Украинский этнокультурный центр. И мы уверены, что как экспо, так и ежедневные наши контакты будут помогать развиваться именно торговле, для того, чтобы как ваша область, так и наши области помогали жить людям. Создавались новые рабочие места, создавались предприятия. Люди, предприятия зарабатывали, компании зарабатывали деньги. И это одна из важных составляющих развития отношений между странами. Чем лучше работает бизнес, тем лучше функционирует все, тем богаче страны, тем больше получаете в бюджет. Свой визит в Карагандинский регион гости приурочили ко дню рождения известного поэта Тараса Шевченко. А в знак дружбы и уважения гости подарили руководству области юбилейную медаль. Это благодарность нашего народа, казахстанцам, которые спасали Украину, которые нас в Божьем. Разумею вас, спасибо. Также стороны отметили необходимость развития не только внешнеэкономических торговых отношений, они договорились о взаимном развитии межкультурных связей. Айя Мамрина, Улжас Габасов, Андрей Немофеев, Первый, Карагандинский. Три космонавта вернулись на Землю с Международной космической станции. Спускаемый модуль с двумя россиянами и американцем на борту приземлился юго-восточнее города Жасказган в 17 часов 21 минуту по времени Астаны. Завершилась 50-я экспедиция. Командир корабля Сергей Рыжиков, бортинженер Андрей Борисов, и астронавт НАСА Роберт Шейн Кимбру пробыли на орбите почти полгода. Причем для одного из россиян это был первый полет в космос. Посадка произошла примерно в 150 километрах южнее города Жасказган. Ее обеспечивали почти 200 космических спасателей. В операции приняли участие порядка 14 вертолетов и 5 самолетов, а также поисково-эвакуационные амфибии. Все нюансы посадки были тщательно спланированы. По прибытию в аэропорту размещения в Жасказгане в аэропорту вылет по команде с вертолетом 16-15 вылет первого вертолета в район Косарский, в расчетную точку. Спасатели Роскосмоса заблаговременно распланировали четыре основных способа извлечения испускаемого аппарата космонавтов. Первый способ это привлекаться вертолетом. В объект высадывается труба КТО и ПСВ, который готовит аппарат и в основном привлекаться вертолетом. Второй способ при помощи буксировки спускаемого аппарата вместе с экипажем, который находится в спускаемом аппарате на сухое место. В программе 50-й экспедиции на МКС научно-прикладные исследования и эксперименты проведения регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции и до оснащения ее оборудованием. По сведениям Роскосмоса программа выполнена успешно. Следующий экипаж отправится на космическую станцию 20 апреля. В его состав войдут россиянин Федор Юрчихин, для которого полет станет уже пятым и американец Джек Фишер. Они будут работать на станции до сентября. А я мамлина Жакс Лакнуртай Андрей Тимофеев Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Защищать права предпринимателей еще лучше. Призван специальный меморандум, подписанный бизнесменами с областным департаментом юстиции. Целью меморандума является улучшение позиции Казахстана в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности. Департамент юстиции Карагандинской области подписал меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам защиты прав предпринимателей. От имени бизнесменов документ подписан руководителями Палаты предпринимателей. На церемонии подписания было отмечено, что целью меморандума является улучшение позиции в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Это обеспечит вхождение Республики Казахстан в ряд 30 развитых стран. Целью настоящего меморандума является осуществление совместных согласованных действий, направленных на дальнейшее обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Выявление и преодоление барьеров, препятствующих развитию предпринимательства. Планируется, что реализация данного меморандума в целом покажет существенное влияние на улучшение позиций Республики Казахстан в названном мной рейтинге. По мнению участников подписания меморандума улучшение позиций в рейтинге должно стать отражением казахстанской реальности. Предприниматели смогут реально ощутить на себе работу государственных органов по улучшению условий ведения бизнеса. Андрей Тенжек, слуг Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Депрессия? Давай поговорим. Этой теме был посвящен Всемирный день здоровья. Он отмечался с 7 апреля. В Карагандинском центре формирования здорового образа жизни медики, педагоги и полицейские обсуждали проблему подросткового и молодежного суицида. Глубокая депрессия это первый шаг к возможному суициду. К такому выводу психологи пришли уже давно. По данным Всемирной организации здравоохранения сегодня более 300 миллионов человек в мире живут с депрессией. За последние 10 лет это количество выросло более чем на 18%. Именно поэтому традиционный день здоровья в этом году решили посвятить борьбе с депрессией. Участникам круглого стола рассказали, что самое главное это распознать болезнь вовремя и в первую очередь это должен сделать сам пациент. Он должен обязательно общаться в этот период, потому что многие, когда находятся в таком депрессивном состоянии, не общаются, уходят с себя и на фоне этого могут возникнуть и попытки суицида, но и также другие такие печальные последствия. Поэтому самое главное это контакт в это время, найти конечно лучше специалиста, которому можно высказать вот эту всю проблему наболевшую. во многих случаях проявление депрессии происходит после проявленного стресса. Прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой или простой физической работой на даче – все это, по мнению специалистов, поможет избежать хандры и уныния. Если же депрессия вошла в глубокую стадию, то без помощи психиатра здесь уже не обойтись. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. День дублера отметили в Центре обслуживания населения в честь годовщины работы Госкорпорации «Правительство для граждан». Этот день проводится по всему Казахстану во всех отделах ЦОН. Руководящий состав оставили свои кабинеты и вышли работать что называется в поле. Директора и их заместители на протяжении всего дня производили расчеты пенсионных, декретных выплат, а также замеры земельных участков и многое другое. Государственная корпорация создана из четырех РГП. В ее состав вошли Центр обслуживания населения, Государственный Центр по выплате пенсий, Центр по недвижимости, а также Научно-производственный Центр земельного кадастра. На сегодняшний день в области функционирует 41 фронт-офисов, которые оказывают более 500 государственных услуг. Всего за год своей работы корпорации было оказано более двух миллионов услуг. Здесь в день принимают по линии МВД это регистрация населения, получение паспорта удостоверения личности, по линии министерства ЮСИТ, это регистрация недвижимости, получение тех паспортов. Все вот эти государственные услуги, которые оказывает Центр обслуживания населения, их 257, каждый день их в этом отделе оказывают. Кигенхан Атамкулов директор научно-производительного центра земельного кадастра. Он замещал ведущего специалиста отдела землеустройства. Весь день Кигенхан осуществлял формирование кадастровых дел, а также вносил информацию в базу данных. Подобные мероприятия должны проходить ежегодно, считает Кигенхан Атамкулов, ведь это помогает познать работу рядовых специалистов. Штат департамент на сегодня составляет 378 человек, 18 филиалов у нас во всех районных центрах, городах имеются филиалы, которые оказывают на сегодня весь перечень услуг, оказываем нашим предприятиям. Это услуги по земельно-кадастровым видам работ, это по техническ охлажденной движимости, работы оказываем своими силами. Такое мероприятие проводится впервые, но организаторы уверены, что это станет доброй традицией, ведь это позволяет получить обратную связь от населения и узнать больше о предпочтениях клиентов. Асель Сазамбаева, Жакслык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандзинский. Институт наставничества успешно развивается в органах внутренних дел. Под опекой опытных служителей правопорядка находится около 300 новобранцев из всех областей страны. Лучшие из них присутствовали в Шахтинске на седьмом слете молодых сотрудников и их наставников. Портрет Железного Феликса Дзержинского, Бюст Ленина, Стеклянный графин и Пачка Примы 40 лет назад именно так выглядел стандартный кабинет следователя советской милиции. Сегодня это экспонаты музея боевой славы Шахтинского ОВД. Экспонатов пока немного, но все они со своей историей, говорит хранитель музея. Визит в музей Шахтинского ОВД прошел в рамках работы седьмого слета молодых сотрудников полиции. Нынешнее мероприятие приурочено к 25-летию создания казахстанских органов внутренних дел. Одна из важных тем, затронутых на слете поднятие имиджа профессии полицейского. Карагандинская область знает немало примеров, когда блюстители закона не щадили своих жизней в борьбе с преступностью. Это слет молодых наставников, это во-первых, поэтому вот этот круглый стол был организован именно для них. Естественно, это как бы воспоминания, вернее, надо вспомнить о прошлом данного города для органов внутренних дел, именно Шахтинский. И в дальнейшем, естественно, историю, аналогично просмотреть всю историю данного отдела полиции, сотрудников внутренних дел. Вот, допустим, здесь, в городском отделе полиции. В программу слета входило сразу несколько мероприятий. Одно из них – посещение ветеранов органов внутренних дел по месту жительства. Слет продолжился концертом, где 50 наставников и молодых сотрудников наградили грамотами и памятными призами. В завершении слета участники голосовали за место проведения восьмого слета. Единогласно таким местом выбран город Балхаш. Приза Улбаева, Жаксулы, Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Театральный фестиваль представил на суд жюри и зрителей молодые, талантливые театральные коллективы со всех стран. Театр, творчество, талант. Именно так организаторы решили назвать первый фестиваль. На участие было подано более 50 заявок. О театральных экспериментах расскажет Асель Сазанбаева. Лаура Бекожина приехала из села Пресновка Северо-Казахстанской области. Готовилась к фестивалю месяц. Лаура занимается в школе искусств. Ее главная мечта с отличием окончить учебы и посвятить себя удивительному миру театра. Вообще на этот международный конкурс мы готовились два раза в день. Получается с 10 до 12, потом ходим на обед и приходим опять с 2 до 5, до 6, до 7, доготовимся. Для начинающих актеров не составило труда заучивать тексты и передавать характеры героев на сцене. Все было как вживую. Уверенные движения и настоящие эмоции. Присутствующие получили заряд позитивной энергии, приятно поражаясь и наслаждаясь игрой юных актеров. Взнос на этот фестиваль это групповое, то есть номинация спектакля из человека по полтора тысячи тенге, а если солисты художественные слова, то по пять тысяч тенге. Призовой фонд у нас как такого призового фонда не будет, но у нас будут сувениры, специальные театральные маски мы заготовили и каждый участник получит диплом об участии в третье, второе, первое место гран-при в каждой возрастной категории. Конкурс проходил на протяжении трех дней. Первый день участники демонстрировали свои таланты, а именно игру на сцене. На второй день проходил конкурс художественного слова, а в заключительный день состоялись награждения и мастер-класс от членов жюри. Астель Созамбаева, Жак Сулык-Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Еще об одном. Кошмарнее начало, наверное, представить невозможно. Именно так прокомментировал результат игры главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Алексей Еременко. В очередном матче в рамках республиканского чемпионата горняки проиграли алматинскому Кайрату. Игра прошла 8 апреля на поле Тимиртаусского стадиона «Металлорг». На 12-й минуте матча алматинцам удалось довести атаку до взятия ворот. Гол в свой актив записал «Бразилец» Исэль Барбоса. Гости продолжали давить и за короткий период забили еще два мяча. Дубль в свой актив записал Ивуариец Жерар Гоу. На 30-й минуте гости на линии штрафной нарушили правила и горняки заработали стандартное положение. Сербский полузащитник сам исполнил штрафной, но пробил выше ворот. Команды ушли на перерыв при счете 0-3 в пользу Кайрата. На 64-й минуте после паса Бауржана Исламхана хэт-трик оформил Жерар Гоу. В воротах горняков оказался четвертый мяч. И тем не менее шахтер продолжал наносить дальние удары по воротам алматинцев. На 77-й минуте ударом с левой ноги Оралхана Мертаев отправил мяч в девятку ворот Кайрата. Итог встречи 1-4. Комментируя итоги игры, наставник шахтера заявил, что кошмарнее начало, наверное, невозможно себе представить. Но в общем-то ребята старались. Было несколько моментов, но этого мало. С одним очком шахтер находится на предпоследнем 11-м месте. На последнем только команды Атырау. Минус 7 очков. Вот с ним-то карагандинцы и встретятся 12 апреля на стадионе судоремонтник в городе Атырау. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин